Жители села Топарк Аргантинской области замерзают в своих домах. В населенном пункте есть центральное отопление, но некоторые потребители установили насосы в системе отопления и нарушили циркуляцию. Кто должен следить за этим и предусмотрено ли наказание за такое самоуправство, выясняла Людмила Батюшкина. В доме у Елены Чуприной температура опускается до 7 градусов тепла. Ее мать прикована к постели, поэтому женщина вынуждена включать обогреватель и платить приходится и за электроэнергию, и за тепло. В таком положении жильцы двух улиц. Причиной считают насосы, установленные в школе, доме культуры и у нескольких соседей. Если они включили насос, естественно, улица села. А у нас вообще его нет. Мы просим, чтобы нам поставили дополнительный насос нагнетающий, чтобы нам нагнетали давление. 7-8 градусов показывают. Вечером вообще холоднее. У меня двое детей, 3 года дочке старшему и сыну 6 месяцев. Я их отвез родителям в майку, потому что жить невозможно. Поселок образовался вокруг Топарской ГРЭС. Теплосети от гидроэлектростанции обогревают и многоэтажки, и частный сектор Топара, еще и город Абай. Сейчас в этих домах поселка холоднее, чем в городе за 17 километров. Сам услугодатель сейчас не может понять, в чем причина. Насосы, да, это нарушение. Дестабилизирует систему. По поводу насосов будем бороться, так как является нарушением правил пользования тепловой энергией. Вы тоже проверяли? Да, конечно. Действительно находите много? Насосы есть, да. Пока, видите, каждый дом попасть не можем. В доме, где установлен насос, будет очень тепло. Но у соседей циркуляция останавливается. Проблема с насосами в теплосетях актуальна во многих населенных пунктах Казахстана. Единственное, что могут предпринять услугодатели, это подать в суд на таких потребителей за неустранение нарушений. Но ни штрафы, ни отключение от услуги законом не предусмотрены. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорум-бюро, Карагандинская область.